это школа живописи ко-ко-ко всем привет меня зовут ольга я художник в школе живописи ко-ко-ко и хочу сегодня вам рассказать о подарках для творческих людей все что можно подарить творческим и не очень творческим людям если вам интересно продолжайте смотреть и за терпением не лайк у меня там ребенок еще печенье а поцелуйчик мне начнем первое что я хотела вам показать такой вот набор это стойкие маркеры американская фирма ими можно писать рисовать на любых совершенно поверхностях будь то холодильник или лицо твоего бро самое не очень это то что сейчас все тяжелее найти эти маркеры на бок магазина так следующий продукт это вот такой набор для литеринга faber castle для любителей рисовать графические рисунки если вы подарите такой набор творческому чуваку то он точно не забросит свой скетчбук будет рисовать также здесь есть небольшая такая брошюрка в которой несколько вариантов рисования разных шрифтов в наборе 5 кистей и лайнер два лайнера карандаш и ластик а и точилка еще супер вместе с этим набором я подарю скетчбук скетчбук такой вот фирмы италия тераза я думаю что нападе делать скорее всего его у нас но мне он очень понравился тем что у него есть резиночка которая можно защелкивать самое интересное в этом скетчбуке есть листы крафтового цвета они чередуются с листами такого теплого оттенка белого это супер если у тебя настроение порисовать на белом ты рисуешь белым тем более у тебя есть набор офигенных лайнеров если у тебя настроение рисовать на темной бумаге уже имеющую какой-то тон то можно порисовать на вот таких светлых крафтовых листах и сейчас я уже заметила что здесь есть кармашек супер здесь есть кармашек я пользовалась планером целый год планингом своим которым в котором вот виду сейчас запись на занятия в школу только в конце года я увидела что у меня здесь есть такой замечательный карман в котором можно хранить какие-то заметки и идеи которые тебе дают наличные когда у тебя нет по другой кошелька я не видела карман я увидела его только последний месяц наверное и активным пользуюсь и кстати я этот планинг заканчиваю следующего года я начну новый вам сейчас покажу какой но в общем это очень удобная вещь этот кармашек очень советую хочу вам показать вот такой скетчбук я его купила несколько лет назад и могу посоветовать смело это скетчбук нового поколения из синтетической бумаги ни одно дерево не пострадало это очень наверно понравится тем кто экологический активист если среди вас есть такие но мне на самом деле этот скетчбук понравился тем что у него бумага не впитывающая влагу здесь можно рисовать спиртовыми чернилами всякие зарисовки такие вот современные картинки на ней также можно рисовать обычными ручками обычными лайнерами маркерами на спиртовой основе на водяной основе это не важно просто эта бумага очень гладкая очень приятная как будто она из тончайшего пластика сделано кстати ее невозможно порвать если у вас есть дети животные вы переживаете за свои рисунки так следующий следующий наш подарок ребят ну не издевайтесь я все вроде принесла куда делись ломки ваш слуга след на жвачках вот это фломастеры тут несколько будет подарков от бруно висконте они в основном детские заявлено что это детские фломастеры они называются фломастеры кисточки как браш разного цвета их здесь 12 штук я бы посоветовала этот набор как детям так и взрослым детям честно говоря немного жалко вот это чудо потому что некоторые дети рисуют словно хотят воткнуть фломастер поверхность я начинаю плакать когда дети так обращаются с фломастерами кисточками карандашами и всем тому подобным поэтому если вы не жлоб как я можете подарить ребенку этот набор на самом деле очень удобно рисовать раскрашивать с этими фломастерами у них очень тонкий кончик и они такие яркие супер просто но если у вас среди друзей взрослых друзей очень взрослых друзей есть кто любит оформлять красиво какие-то записи вести какие-то дневнички вот этот вот набор тоже подойдет для литеринга можно рисовать оформлять подписывать какие-то заголовки яркие мер там если вы ведете планинг если ваш друг которому вы хотите подарить этот набор в идет какие-то планинги можно выделять месяца и красиво подписывать дни когда вы занимаетесь например спортом и все такое можно просто раскрашивать какие-нибудь раскраски антистресс это тоже очень удобно хорошо что я не ударилась слушаю вас еще что еще печеньку этот подарок мне подарила подруга что он в том году видимо она меня очень хорошо знает что я люблю всякие такие мелочи собирать коллекционировать воспоминания фотоальбомы и вообще сейчас мало кто ведет и распечатывает ну по крайней мере я немного знаю людей но несколько в своей своем окружении которые ведут альбомы с фотографиями но вот такой подарок еще раз повторюсь мне подарила девочка который меня хорошо знает и это лучший подарок с того года которым я пользуюсь который приносит мне кучу удовольствие раз в месяц я собираюсь и распечатываю фотографии и воспоминания складываю сюда вклеиваю вместе с этим альбомом в общем это такой вот альбом черного цвета здесь нету такого как раньше что фотография фотография фотографии 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 здесь вы можете компоновать как хотите то есть листы полностью свободные пустые чистые с ним с этим альбомом в наборе идут куча разных стикеров наклеечек еще здесь в наборе идет белая ручка наклейки с цифрами всякие интересные цитатки в общем это просто какой-то шедевр мне полина отстригла кусок волосы я его сюда вклеила в общем это такая штука которая будет напоминать вам о том что очень много моментов было в году очень крутых которые может быть ты бы не запомнил если бы не вёл такие вещи советую вот мы еще ноябрь не вклеили но уже распечатали этого альбома мне при при приблизительно должно хватить если я так буду в месяц одну страничку заполнять примерно на три года ну это просто супер вещь такие вот он был кстати полностью чистый там наклейки можно было любые здесь наклеить слова вот я бы тут еще рисуем этой белой ручкой она тут еще смотрите вот такие крутые уголочки всякие чтобы фотографии вклеивать все наклейки которые сейчас у поли все по всяких раскрасках всякие в общем штуки которые у нас появляются липкие мы складываем сюда и потом если это круто смотрится мы вклеиваем сюда я очень очень горжусь то что я веду это потому что я думаю что через много лет полине понравится смотреть как мы проводили время так следующий подарок тоже он двойной это акварельные карандаши Бруно Висконти и скетчбук для акварели петербургский секрет петербургские тайны палацци в общем этот скетчбук я тоже вела несколько лет до того как у меня еще появился появилась планшет со скетчбуком я вот тут вела такие интересные штуки акварельные карандаши Бруно Висконти они во первых недорогие для того чтобы просто начать рисовать в этой технике давайте расскажу вам тогда немножко про эту технику акварельные карандаши они помимо того что вы можете нарисовать какой-то рисунок можно какую-то смешанную технику конечно делать там краски добавлять или лайнеры обводить что-то маркерами помимо этого эти карандаши можно потом размывать водой вы просто берете какую-то кисточку например белку для аквареля обычную самую-самую обычную и поверх уже рисунка когда можно рисовать ну хотя можно и между тем как вы рисуете берем водичку и просто где-то размываем фон или какие-то предметы это это добавляет дополнительный дополнительную глубину изображению этими карандашами могут рисовать и дети и взрослые то же самое лучше брать именно акварельный скетчбук чтобы листочки после того как вы их намочили влагу впитали они все равно будут конечно немножко ехать ну становиться такими волнистыми но лучше использовать все-таки акварельную бумагу и я рекомендую этот скетчбук потому что у него тоже есть сзади такой планшет из твердого картона мы его можем брать с собой и рисовать без каких-то подложек без книжек там или складывать там какие-то деревянные планшеты то есть вы взяли его положили и рисуете все вам ничего не нужно но нужно карандаши вам нужен альбом помимо этого акварельными карандашами круто рисовать на пленере то есть вы же не будете с собой красным точнее вы можете нести с собой краску там масло воду кисти здесь очень удобно вы взяли с собой только карандаши вы взяли с собой кисточку одну воды там я думаю всегда найдется где-то если вы поехали на природу со стаканчиком просто нарисовали размыли получаются глубокие многослойные крутые красивые работы если любого спросить лучший подарок это книга даже если он сам это не верит обычно так говорят потому что это такое устойчивое выражение так вот я хочу посоветовать вот такую книгу потому что это современное искусство Грейсона Перри Грейсон Перри он крутой чувак у него много книг много всяких он заслуженный художник современный много премий и он здесь простым языком рассказывает да господи короче здесь он с простым языком рассказывает о современном искусстве Review pomp ests Он рассказывает о том чем мы занимался например ну в рассуждать конечно он не знает чем бы занимался Микеланджел в общем чем было занимался например Микеланджел если жил в нашем времени здесь он рассказывает почему какие-то супер непонятные картины могут стоить очень больших денег и он рассказывает это изнутри Он сам занимается современным искусством, у него интересный язык, которым он говорит. Книжка 18+, поэтому строго взрослым. Кому исполнилось 18 лет, деткам такая книжка не подойдет. В общем, очень рекомендую. Тут очень много про моих любимых импрессионистов. Почему и красивые картины импрессионистов? Если вы задавались таким вопросом, если люди вокруг вас интересуются искусством, эта книга — отличный подарок. Я набралась за самое интересное. Я купила эти штуки. Короче, я увидела их в Библиоглобусе в магазине. И я не стала покупать, потому что, не знаю, потому что, наверное, пожалела денег. Где-то, в общем, заказала. Скину вам ссылку. Это, короче, такие фломастеры. Просто фломинки, в общем. Их тут 4 на 3. 4 на 3, 12 штук. Все разного цвета. Обычный фломастер. А здесь вот есть вот так вот крышечку открываешь. О, сейчас, погодите. Чик. И тут, короче, штампики. Это тоже супер штучка для того, чтобы рисовать, рисовать, отмечать, украшать листики. Божечки мои. Ну, это не все поймут. Я опять же говорю, мне это нравится. Я обожаю всякие концтовары, всякие украшалки, всякие ручки, всякие маркеры, лайнеры и все наподобие. Да, заяк? Посмотри сюда. Ты меня видишь? Тут окошко есть. Вон я. Привет. Мама, а я его хочу. Что, что, что? Айда со мной. Айда со мной расскажем что-нибудь одна. Вот. Мой маленький, мой маленький человек. Ой, блин. Нифига, как ты электризуешься. Нет, это я подарю Полине на Новый год. Я думаю, что она уж про них не вспомнит Новый год. Ну, в общем, тут на каждом маркере разная фигурка. Сердечки, звездочки, цветочки, дельфинчики, бабочки. Мелодии, зонтики, такие вот знаки. Пум-пум. В общем, они все разного цвета. Можно оставлять на бумаге, след вот такой. Чика-чика-чика-чика-чика. Что-то обладить, что-то. И забываем, что, конечно, тут есть маркеры. Маркеры очень яркие, очень красивые. Я вам сейчас покажу, как они пишут. Вот, смотрите, какие классные. Поле, классные маркеры? Нравятся тебе такие маркеры? Нравятся? Да. Обратно складывай. Вот сюда. Молодец. И закрываем крышечку. Все, можешь взять с собой. Иди. Иди кушай. Ложись. Еще один подарок для детей наших меньших, друзей наших меньших. Ну, также можно и взрослым, в принципе, подарить. Это гуашь. Гуашь тоже прудно в Висконте. В основном я выбрала этот бренд за то, что он яркий, недорогой. В принципе, его можно покупать и детям, и взрослым, потому что качество на высоте, на самом деле. Гуашь имеет такое свойство, что она при высыхании очень сильно светлеет. Вот это гуашь. На самом деле, тут несколько баночек открытые. Мы с Полиной рисовали. Она при высыхании остается практически такого же цвета, как и при нанесении. Вот такие вот красивые стеклянные баночки с черными крышечками. Они на такой подставочке. В общем, они вот так вот аккуратно выглядят. Они там не трясутся в этой баночке, они стоят аккуратненько. Шесть цветов. Основные цвета, которые входят в наш цветовой круг. Можно что-то смешать. Гуашь смешивается между собой. Можно получить какие-то оттенки, какие-то дополнительные цвета. В общем, для первого набора рисования для детей, если вы дарите альбом, например, не акварельный, а обычный альбом, то можно подарить такую вот краску, как гуашь. В общем, такая вот штука. Я тут познакомилась с ней где-то месяца два назад. Я запаковала специально, чтобы вам показать в коробке, как это выглядит. На самом деле мы пользуемся этой вещью уже несколько месяцев. Полина рисует. В общем, это такой планшет. Как вам объяснить раньше, у меня в детстве был такой планшет для рисования, где ты рисуешь, рисуешь, потом ты можешь нажать на кнопку, и оно все скинется. Тут идея та же самая. Единственное, чем он отвечает, так это значит... Ау! Ау! Чего, зай? Ааа, зацепка! Нет! Так, я уже объяснила там, да, что в детстве у нас такой большой дуб. Он, в принципе, все то же самое, только он очень сильно круто выглядит. Полина легко может рисовать, сидеть на нем, когда я рисую на своем планшете. И не отбирает у меня мой планшет, потому что она может думать. Ну, иначе маленькая. Конечно, взрослых детей уже так сильно не обманишь, что ли. В общем, это такой планшет, на котором можно рисовать. Идет в наборе вот такой стилус. От нажатия на планшет можно управлять линией, толщиной линии, как штриховкой. И потом, вот тут есть кнопочка, можно скинуть полностью изображение. Но единственное, чем отличается, это от старого планшета. В старом очень было страшно, что можно потерять рисунок, нечаянно нажать на кнопочку. Я всегда переживала, что ты стараешься красиво вырисовываешь. И нечаянно вот рукой нажал на кнопку. Или там еще у меня был какой-то, по-моему, нажат, где вот проводишь, или вот так вот было, проводишь полосочку, и она там как магнитная проходит и исчезает рисунок. И вот нечаянно можно было, в общем, испортить. Здесь есть вот такая вот штука, блокировка. Если мы ее нажмем, то когда мы рисуем, нажимая на эту кнопку, ничего не скинется. Вот. Ауза! Так, что я еще хотела по нему сказать? Так, то, что не скидывается рисунок, если мы нечаянно нажали. Ой, так тяжело, потом я говорю, хранить в рот. Вы можете тоже пользоваться этой вещью, или взрослые могут пользоваться этой вещью, если они заняты, например, иллюстрацией, рисованием, отрисовкой картинок на айпаде. В скетчбуке или в прокреате. Я брала, рисовала набросок здесь, на этом планшете. Потом сканировала. Можно сканировать эти изображения, чтобы сохранить любую программу, которая у нас есть в телефоне. Например, сканер, по-моему, называется, скан, как-то так. В общем, можно сфотографировать этот рисунок, отсканировать и перенести его в формат такой цифровой, да, цифровой формат. Вот карандашик так же, как на айпаде, магнитится сюда. Так же можно писать не только карандашом, любым стилусом, рукой, даже вот ногтем можно, ноготочком раз-раз-раз. Тут именно любой предмет, это просто как дополнительный такой бонус. Я еще хотела вам показать вот такой вот планер, ежедневник недатированный. Я его нашла в библиоглобусе, потом заказала на зоне. Сразу почему-то не стала покупать, потому что переживала, что у него мягкая обложка. Но это единственный планер, в котором вся неделя, вот на развороте с понедельника по воскресенье, мне удобно именно такой формат вести, потому что я записываю своих учеников на занятия, и у меня проходит одно занятие в день, я пишу себе время занятия и ребят, кто записался. Для меня это очень удобный формат. И мне приходилось в своем планере, который я веду в этом году, хоть он и твердый, и как я узнала в конце, как я вам говорила, что тут есть такой крутой кармашек, мне приходилось здесь расчерчивать себе самой уже, как вот, поедельник, вторник, святой, четверг, пятник, суббот, воскресенье. Вот. Здесь уже все расчерчено за меня, и я попробую его в этом году. Обязательно потом расскажу, как у меня он вообще. Он, на самом деле, вот такая обычная картинка. Здесь книжка «Монстр», которая была в Гарри Поттере. Там, на самом деле, есть несколько картинок из Гарри Поттера. Это вот называется «Чудовищная книга о чудовищах». Здесь 80 листов, он такой вот прям формат квадратный, легко и точно влезет в мой маленький рюкзак. Немножко хочу рассказать про нашу школу. Школа называется «Ко-Ко-Ко», школа живописи. Мы здесь рисуем, мы здесь учимся живописи, учимся плетению, макраме, всяким штучкам ручной работы, свечки, веночки. Сейчас на Новый год много всяких мастер-классов. В общем, если вы находитесь в городе Челябинске, вы можете прийти к нам на пробное занятие и также купить абонементы. Также я в нашем списке подарков хотела бы рассказать вам про подарочный сертифик. Такой формат, который можно подарить любому возрасту, и человек будет счастлив. Он пройдет во время, когда ему удобно, на индивидуальные занятия или на занятия в группу, заняться живописью или порисовать. Абсолютно может прийти человек с нуля, если, например, как многие иною говорят «Я никогда не рисовал». Очень много таких случаев, когда прям человек приходит, уверен, что у него ничего не получится, и потом очень классно смотреть на выражение риса, когда он такой сидит и «Блин, у меня уже начинает что-то получаться». Это круто, мы рисуем здесь разными материалами, маслом, акрилом, акварелью. В общем, это такой крутой подарок тоже будет в нашем списке. Что еще? Также я подготовила для вас новогодний адвент. Адвент, адвент, ну, в общем. Это такой календарь, который вам поможет провести, скоротать круто время до Нового года. Там с 23 декабря по 31 декабря. Небольшие задания каждый день. Например, там такие задания, как посмотреть крутой фильм, сделать снежного ангела, там, приготовить печеньки. И, в общем, если вы считаете дни до Нового года, то это такой небольшой бонус, такой календарик. Он будет прикреплен к этому видео, вы можете его скачать, можете его распечатать, можете его кому-нибудь переслать, чтобы поднять настроение просто. Нарисовали мы его сами, поэтому строго не судите. Это первое видео, которое я записываю на YouTube. И первое видео, которое я записываю вот так в формате непринужденного разговора. Что-то тут происходит, Полина тут влазит. Если вам такой формат понравился, если вы хотите еще разборы каких-нибудь брендов интересных, каких-то творческих вещей, может быть, вы хотите посмотреть, как мы рисуем на занятиях. В общем, пишите в комментариях, ставьте лайки. Всех ждем в нашей школе. Вы должны не лайкать за это.